Эмоциональное переедание – одно из самых распространенных расстройств пищевого поведения. В отличие от обычного переедания при застольях, эпизоды эмоционального часто повторяются и становятся привычными. Желание поесть – естественная реакция на эмоции, она есть у каждого. Но вместе с тем есть еще и стресс, который заставляет нас есть больше и чаще. Каждый раз, когда вы в ответ на стресс увеличиваете потребление пищи, чтобы справиться с негативными эмоциями, речь идет именно об эмоциональном переедании. Что интересно, подобное поведение вовсе не снимает стресс, а увеличивает его, так как после еды дополнительно появляется еще и чувство вины. Если углубиться в вопросы стресса, то можно это объяснить и на уровне гормонов. Вырабатывается большое количество кортизола. Кортизол тоже является пусковым фактором того, что человек начинает переедать. Всегда еда должна быть, как и естественная физиологическая потребность в удовлетворении энергии, строительного материала. Но и есть такой момент удовольствия. Но удовольствие формирует пищевые привычки. Поэтому нельзя заедать эмоции. Надо решать вопросы эмоций другими путями. В отличие от вредных продуктов и веществ, эмоциональное переедание не всегда распознается и не считается проблемой, пока последствия не становятся очевидными. Поводом для желания съесть что-то вредное становится любая ситуация, в которой некомфортно. Тягостное ожидание решения важного вопроса, ссора с другом или подготовка к серьезному мероприятию. При этом причины переедания могут быть как психологическими, так и физическими. Если вы подвержены эмоциям, то работать надо именно с ними, потому что еда не поможет решить проблему. Все факторы поведенческие, все, что связано с поведением, с отношением к еде, это, конечно, вопросы не только диетотерапии, это вопросы и работы с психологом в том числе. Но и, конечно, работа со своей стрессоустойчивостью, работа с тем, чтобы решить вопрос, в чем вот этот фактор стресса, что я могу сделать для организма, чтобы организм не находился в состоянии эмоционального стресса. Полезно обсудить проблему с грамотными специалистами, проработав негативные чувства и найдя решение эмоциональных проблем. Не менее важно обратиться к диетологу и терапевту. Иногда причина неправильного питания кроется в неумении составлять рацион с учетом индивидуальных потребностей. Существует определенный алгоритм работы для выяснения причин стрессового переедания. Мы заполняем опросник, и если я вижу, что человек заедает эмоции, мы начинаем вести дневник питания, где каждый прием пищи он отмечает, зачем я ел. Зачем я ел, отвечая на этот вопрос, он понимает, это состояние физиологического голода или это состояние психологического голода, аппетита, когда он ест через час-полтора после еды, и он уже осознает, что сейчас он заедает какую-то свою эмоцию. И потом вместе с ним мы думаем, как этот вопрос мы можем решить. Если не получается решить это совместно с диетологом, мы отправляем его психологу на когнитивно-поведенческую терапию, либо на какую-то медикаментозную коррекцию. Все зависит от того, на каком уровне стресса он находится, для того, чтобы помочь ему решить эти вопросы. Несмотря на то, что заниматься самолечением не советуют, предпринять попытки отвлечения от чрезмерного потребления еды все же можно. Хорошо помогает физическая активность или просто прогулка на свежем воздухе. Естественный способ успокоиться – само массаж. Новый интерес на хобби и даже жевательная резинка без сахара. Головной мозг приходит в активное состояние, которое снизит аппетит. С полной версией интервью можете ознакомиться в программе «Фокус на человека» на телеканале Универ-ТВ. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универ-Ньюс.